Мы продолжаем наш телемарафон. В период Великой Отечественной войны Куйбышев стал не только крупным промышленным узлом, как мы сегодня обсудили с несколькими гостями, но и крупным медицинским центром. Не стоит об этом забывать, здесь было открыто 54 госпиталя, лечения в которых прошли сотни раненых бойцов. Медики получили издание, прежде не имеющие отношения к медицине, чтобы обустроить в упустевших классах палаты и операционные, приходилось заводить все, от шприцов до хирургических инструментов, от матрасов до тарелок. Тем не менее, школы превращались в госпитали всего за несколько недель. Врачи запасной столицы также совершали свои трудовые подвиги. Во время Великой Отечественной войны сотрудниками Куйбышевского мединститута были тогда изданы 482 научные работы. Мощная медицинская школа, созданная в запасной столице, вывела тогда Куйбышевский вуз на одной из первых мест в стране. И здесь же, в Куйбышеве, врачи учили ходить легендарного летчика Алексея Моресева. 5 апреля 1942 года самолет Моресева был подбит в бою с немцами в Новгородской области. Героя ампутировали обе ноги, но, несмотря на это, Алексей Моресев смог вернуться за штурвал истребителя. О подвиге Алексея Моресева, летчика, вернувшегося за штурвал истребителя после ампутации, ног знал каждый советский школьник. Хрестоматийная история. Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого очень близка к биографии летчика, но не лишена художественного вымысла. Это касается не только фамилии. Автор изменил ее с Моресев на Мересьев. В повести говорится, что после операции главный герой проходил реабилитацию в Подмосковье. А на самом деле Моресева доставили на реабилитацию в Ивако-госпиталь номер 3999. Он располагался в Куйбышеве. А затем он был на реабилитации в санатории имени Фрунзе. Сегодня это санаторий имени Чкалова. И сейчас у нас есть возможность связаться с Олегом Григорьевичем Яковлевым, почетным начальником областного госпиталя ветеранов. Госпиталь является преемником того самого госпиталя, где Алексей Моресев проходил лечение и реабилитацию. У Олега Григорьевича была, кстати, возможность лично познакомиться с легендарным летчиком. Уникальные возможности, я подчеркну. Я надеюсь, что он нам сейчас сам об этом расскажет. Мне подсказывают, что мы смогли дозвониться до Олега Григорьевича. Олег Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Олег Григорьевич. Добрый день. С великим праздником. И вас тоже. С великим праздником. С Днем Победы. Олег Григорьевич, расскажите нам, как же произошла эта та самая историческая встреча с Моресевым? Значит, когда я стал руководить госпиталем, строить новый госпиталь для ветеранов ГОИ, в архивах мы обнаружили, что в Ивак и госпитале номер 3099, тогда на улице Кооперативной, значит, Александр Петрович Моресев был доставлен в доставе первых эшелонов в железнодорожной ветке, который был проведен на железнодорожном вокзале к этому зданию бывшей школы, в Куйбышеве, кстати. Тогда, в 43-м году, было открыто 4 Ивака госпиталя перед Курской битвой. И вот головной госпиталь протезно-архопедического типа на 500 Кои это возглавил бывший участник Финской войны, полковник Финской благопада, заслуженный врач России Александр Иванович Козлов. И Александр Иванович Козлов как раз за 2 месяца с помощью ТФО, обком партии, на каждом госпитале, а всего лишь в Самарской губернии тогда, тогда и в Ульяновске, Ульяновске госпиталя относились в Самарской губернии, было 22 госпиталь на 41-й год, а в 43-м году еще 4 госпиталь в городе Куйбышеве, перед Курской и Дугой. И вот в одном из эшелонов буквально был доставлен Александр Иванович Морецкий на повторную реампутацию голени, потому что ампутация голени у него была произведена в полевом госпитале, когда-то там в Подмосковье. То есть была неудачная операция, и здесь куйбышевским врачам пришлось, по сути, как бы исправлять, делать работу над ошибками, да? Делать даже не в том над ошибками. Пульки не были приспособлены, надо было делать и подпроцессировать. И поэтому, поэтому... Чтобы можно было его поставить на ноги, что называется. На базе госпиталя тогда работали эвакуированные Кировской военно-медицинской академии, профессор Пошин и другие. И вот, значит, было сделано реампутации голени по методу как раз наших будущих врачей. И в течение буквально месяца Александр Петрович учился ходить на протезах, учился танцевать почти. И потом извезутся на той имени пункты для военных летчиков. И там он уже написал письмо не Сталину, а тем штабом. И там была проведена комиссия военная, экскурсиза, значит, где он демонстрировал свои возможности. И ему разрешили, и для него специально подготовили, за Волгой, в Рождествено, с ручным управлением истребитель, на котором он после совершил 7 фашистских истребителей. И после этого был представлен в высоком названии Герой Советского Союза. Я с Александром Петровичем встречался в Москве. Это было в каком году, Олег Григорьевич? В каком году это было? Это было в 90-м году, когда мы строили новый госпиталь. Значит, я его приглашал к нам посетить в нашу госпиталь. Значит, он не встречался с прессой. Он был первым заместителем кандидателем российского комитета ветеранов города. Ему был выделен персональный автомобиль в Чайке, и он был всего один день на облоге, в бурбаре, и принимал только ветеранов. Личный прием. И вот я провел именно прием, когда он узнал, что я начальник того самого госпиталь, в котором он лежал, он меня принял. Я ему очень удивился. Когда он встал из-за стола, он оказался очень маленького роста, потому что Каночников был высокого роста, а истребитель-летчик, как этот Манаб Гагарина, маленького роста, он вышел из стола на новых, конечно, уже процессах, не на деревянных. Значит, и закрой ключ, обнял меня, значит, Игорь, доставая рюкки из серванта и водку, родник, который я ему привез в подарок, и конфеты шоколадной фабрики России, мы с ним выпили по рюкке, и он обещал к нам приехать. Но к нам, к сожалению, так и не доехал. Но он написал письмо Б. Министру здравоохранения СССР Книсов, потом первому министру здравоохранения России нашему земляку, который я передал им, он просил обеспечить ультразвуковым сканерам товарские гости, а для того, чтобы это поддержано было, и московские гости. И мы получили письмо, благодаря Александру Горицу, в домашней области, где-то вот такой волокий японский сканер прорезонарь, когда водолавцам. И вот, японские спонсеры, и лопатские спонсеры. Какая могла вас быть? Я хочу сказать, что там он сказал, когда софтеминал. Да? Да, Олег Григорьевич, мы вас слушаем. Олег Григорьевич, мы вас слушаем. Олег Григорьевич, мы вас слушаем. Александр Григорьевич Сойфер, отец нынешнего, членом победительского совета госпиталя, председателя нашей общественной палаты академики Сойфера, Виктора Александровича, почетного группы госпиталя, который при губернаторе Самар Тузбанских, Дмитрия Игоревича Адарове, который сегодня поздравлял госпиталь ветеранов в горе и последнего, два часа назад, и последнего жилого нашего ДТК, героя Советского Союза, Владимира Чудайкина, который находится сейчас в величине в госпитале. Так вот, а я нахожусь на самоизоляции. но работаю, и с удовольствием... Это правильно, Олег Григорьевич. Да, правильно делаете. Олег Григорьевич, я знаю, что у вас... Будьте любезны, да. Будьте любезны, я вас хочу прочитать... Вот я как раз хотел вас попросить, да, как раз хотел об этом вас попросить. 15 января в день крещения там, крестово-сельского церквиета, и участников Великой Отечественной войны в том числе исповедовали, крестили наши попечители из Воскресенского монастыря и значит, в наш госпитальный храм имени Святого Георгия Григорьевича. А 18-го накануне января слютовала Москва на Поклонной горе в освобождении Варшавы. И вот эхо Москвы передало о том, что мы агрессоры, а не освободили, а оккупировали Польшу. И вот утром я привожу настоятеля монастыря в реанимацию к участнику Великой Отечественной войны и он говорит я в Бога верую я на войне крестик все время вот этот насил и я очень хочу даже я знаю я хочу десятилетия победы я из победы но я хочу десятилетия победы может быть дожить саль мои внуши бессмертный полк мой портрет понятый но не сегодня и вот я под этим председанием выстал спецтворение мы слушаем слушаем бесконечный бессмертный 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 народ летем в руке из веры в Бога родил фашиста сатану пролито кровью очень много священную войну от ада башни пол Европы пустя десятки лет солдат один человек в целом бессмертный услышал бэхо оккупант Олег Григорьевич спасибо вам огромное богатырь из Ратиславной не сможет увидеть парад в кране своем госпитальном был причастию рад рад был узнать что навечно восемь дни сосиски сон бессмертный полк бесконечный все миллионы имен как все и прах под гранитом лежит вдоль бассейна в стаде убитый родину береги Георгиевская лента украшит от гробья на май он верен словам президента встал ему только рай и пусть варьет лживые эхо великих делах помеха но не дано заволочав с рождения любить родину доставения поздравляю всех твоих коллег чудесно всех ветеранов войны и труда участников великой отечественной войны всех великой героев которые стояли мир спасибо вам огромное за эти чудесные слова за это прекрасное стихотворение Олег Григорьевич с праздником вас с днем великой победы Олег Григорьевич здоровья вам долгих лет жизни и здоровья вашим подопечным пусть они живут долго максимально долго счастливо чтобы мы могли с ними общаться потому что на самом деле это очень важно иметь возможность пообщаться с ветеранами и до сих пор общаюсь уважаемые коллеги я вас с праздником спасибо Олег Григорьевич до свидания еще раз вас с праздником с праздником до свидания до свидания